Украине. Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика. Потери российско-фашистских войск в Украине. Сегодня 2 июля 2024 года. Киев за три дня. Ну все как всегда. Да, мы в курсе. Сразу скажу, что обстановка на фронте характеризуется, ну так, как бы это сказать, первой похожестью на обстановку в Первую мировую. Когда, знаете, ну тогда была чисто окопная война, а сейчас она тоже вроде окопная, но есть все-таки подвижки фронта. Но это никоим образом не похоже на то, как была Вторая мировая, а скорее все-таки действительно на Первую мировую. Особенно если учесть, как расшисты используют танки. И у них сейчас танки точно похожи на танки вот эти вот, помните, из Первой мировой, когда такая, такой кирпичная гусеница их ехал на позиции. Да, это немецкие танки были, потом английские появились, такого же рода. И вот теперь россияне вернулись, как говорится, туда же, да. И используют такую, типа, шайтан-арбу для того, чтобы вот каким-то образом пробить наши окопы. Ну, глупость абсолютная, тем не менее, это майма-тошамайма. Вот, расшистская армия уверенно скатывается к Первой мировой. Также я вам уже рассказывал, правда не в этом ролике, в другом, рассказывал, что у расшистов пришла очень серьезная каннибализация техники. То есть, имеется в виду, смотрите, у них была различного рода техника на хранение. Имеется в виду, что грады, например, что бронетехника, да, различных типов. И вот в 23-м году, в начале 24-го года, они практически все, что можно было быстро и, скажем так, без особых усилий восстановить, уже восстановили. И эта техника уже успела сгореть на фронте. Теперь они пытаются тоже восстанавливать технику. Но вот, например, те же БМП, они уже восстановить не в состоянии. Ни БМП-1, ни БМП-2. И они сейчас курочат, курочат каких-то монстров сборную усилянку БМП-1, БМП-2. Хорошо это или плохо? Но это какая-то техника, она все равно будет стрелять. Вопрос как бы в другом. Это показывает уровень деградации российской армии, когда вот приходится уже городить Франкенштейна. Я рассказывал, что, например, снимают пушку с БМП-1 и делают из нее артиллерийское орудие. Ну, которое уничтожается на раз-два тем же дроном, просто потому, что его нельзя оттянуть от линии фронта из-за очень недалекой дальности стрельбы. Ну, на сколько? Ну, на 3 километра она бахнет. Ну, на 4. Я уже даже не думаю, что на 5, потому что, ну, даже если задрать ствол, ну, там это... Ну, короче, она не приспособлена таким образом. Вот. Грады, например, да, вот взять грады. Они сейчас снимают, сначала они просто снимали с хранения, отправляли на фронт. Но потом только такие пепелацы закончились, сейчас они уже, видите, снимают, с одного града берут шасси, с другого града берут направляющие. Ну, эти вот трубы, да, из которых градины потом вылетают. Вот. Потом вообще пытаются сварганить монстра какого-то типа торнадо, ну, взяв от каннибалев, например, БМ-21 град и так далее. То есть, ну, сплошные идут уже, знаете, такие непонятные, скажем так, военные пепелацы, которые не предусмотрены никакими нормативами, ничего такого, да. То есть, это уже сборная солянка идет. Да, оно стрелять будет. Да, оно даже может нанести ущерб. Это опасная вещь. Но это показывает деградацию, деградацию армии, общую техническую деградацию. Ну, как и в пехоте, а пехота у них там вообще, там траур. С тем, что происходит с пехотой, у них полный траур. Больше тысячи каждый день. Вот. И, по-моему, июнь вышел на второе место после мая. По-моему, в июне 35 тысяч у них потерь. В мае там было вообще под 40. Ну, как-то так. Июль продолжает полностью эту тенденцию. Первые дни, вот, абсолютно то же самое. Значит, 1280 у контрапупленных Чмоби, которые подправились на концерт Кобзона, прямо на палубу русского военного корабля, который теперь подводная лодка. Да, и общее количество этих путинских боевиков, которые, как говорится, ну, что-то у них не срослось в этой жизни, составляет теперь 545 тысяч 90 штук. Дальше. 8 танков за вчерашний день. Видите, штурмы мясные в основном, да. Танки Путин пытается беречь. Их относительно немного осталось. Они очень тяжело сейчас собираются. А зато Чмобиков ему не жалко, да. 8 107 всего, вдумайтесь, 8 тысяч танков они потеряли. Больше 8 тысяч танков. Начинали войну, у них было 1250. Но те были танки лучше, и экипажи лучше. Это же все эти экипажи теряются. Тут вообще все плохо у них. Дальше. 16 БМП, БТРов и так далее. Легкая броня. За вчерашний день всего 15 566. Ну, то же самое, как и танки. Пытаются собирать какие-то там эти самые, какие-то там франкенштейны. Дальше. Очень серьезно отрабатывается сейчас их артиллерия. Что они с ней будут делать, я не знаю. Нет, конечно, Ким Ченым даст сейчас. Вот говорят, он им 130-мм. Довольно, кстати, неплохая пушка. Он им подкинул какое-то количество и снарядов к ним. Это пушка образца, дай бог памяти, по-моему, 46-го года. Ну, тут не суть дела, когда это орудие было создано. Если оно стреляет, и оно более-менее, скажем так, отвечает требованиям, ну, значит, да, они его будут использовать. Это крупнокалиберная пушка, и что ты сделаешь. Да, 56 штук за вчерашний день, всего 14 655. Три града за вчерашний день уничтожено, 1114 всего. Самолеты, вертолеты, там пооставали старые цифры 360-326. Но держим в голове, что был нанесен серьезный ущерб базе, авиабазе в Курске. Это не авиабаза, где самолеты находятся. Это авиабаза, где находятся запчасти для самолетов, а также техника, которая обслуживает эти самолеты, спецтехника автомобилей и так далее, которая обслуживает эти самолеты. Соответственно, все это было уничтожено, там столб дыма такой сумасшедший стоял. Так что вот это все ослабляет авиацию. Рашистов не хуже, чем реальное уничтожение самолетов. Значит, 21 беспилотник, в основном шахиды, но там были и Зала, были и Орланы. Позбивали за прошедшие сутки всего 11 641. И было сбито традиционно две крылатые ракеты Ха-59, 2335 всего. По автотехнике, смотрите, очень серьезный результат. 74 штуки. Сначала российско-фашистское... Говорю, 74 штуки за вчерашний день. А с начала российско-фашистского вторжения там уже под 20 тысяч, чтобы вы уже понимали. 19 787. Вы что, это же огромное количество. Отрабатываются это, значит, да, они остаются сейчас без автотехники. Та, что она явная у них, она старая, она ломается. И вот они вводят постоянно. Вы знаете, даже не из-за боеприпасов тоже вводят. Но вводят больше из-за отсутствия питьевой воды. У их лишнего состава нет питьевой воды. И они просто в такую температуру, представляете себе. Они волком воют, чтобы им подвозили воду. А подвозить не на чем. Да и, собственно говоря, эту воду никто и близко к фронту не подвозит. Так что, все у них плохо в этом плане. Да. И 4 единицы спецтехники. За сутки отправлено в утиль сырье. Всего 2452. Спецтехника, традиционные вещи, дорогие. И очень хорошо, когда она выбивается. Так что, ребятки, мы прекрасно видим, что путинская армия продолжает деградировать. Ее лишний состав продолжает испаряться, скажем так, вместе с бронетехникой. Ну, как говорится, им... Вот, кстати, да. Вот эта деградация армии является признаком того... Точнее, не признаком, а причиной того, что на Москве резко всхотели переговоров. Ну, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok.